В Парке Победы устанавливается бюст Тараса Григорьевича Шевченко. Когда праздновалось 200-летие Кобзаря, журналисты насчитали, что в мире существует 1060 памятников Шевченко и объектов, названных в его честь. Они расположены в 32 странах на разных континентах. Теперь памятник деятелю Украинского национального возрождения, поэту, художнику, прозаику и этнографу установлен и в нашем городе. Это будет бюст Шевченко. Он показан не в старом стильном возрасте, а в расцвете сил. Размер 2,5 натуры. Как работали? Собирал материалы различные, фотографии. Он, конечно, сделан индивидуально. Это не копия, это не повторение чего-то. Это самостоятельная работа. На основе исторических материалов, различных фотографий, которые есть, портретов, я создал вот такой вариант памятника. Вообще был человек волевой очень. Я старался это и отобразить. А как получилось, уже народ будет смотреть, посмотрит. Скажите, пожалуйста, вот этот постамент, который был предназначен под фигуру в полный рост и достаточно большую, как оно будет гармонировать с бюстом? Конечно, это проблема была. Но я композиционно бюст решил так, чтобы он постарался его вписать в существующий постамент. Конечно, это была очень трудная задача, потому что делается обычно постамент, должен соответствовать бюсту. Ну, здесь немножечко массивный постамент, но ничего. Я такое решение сделал, что, я думаю, будет смотреться. Мы уже давно думали, как это сделать, осуществить этот проект, но подошли к нему комплексно. Обратились, благодарил фонду преданалия Урбанского, и они решили выделить средства на бюст Тараса Григорьевича Шевченко, на благоустройство и установку. Будет через пару дней уже в парке стоять бюст Тараса Григорьевича Шевченко. Также второй проект после данного проекта у нас тот же архитектор попросили моего, чтобы он сделал памятник чернобыльцам. Тот же фонду преданал Урбанского откликнулся. И в скором будущем у нас будет также в городе Рени памятник, увековеченный героем чернобыльцам. Он будет в форме стелы с куполом, такие купола, как на церквях, и колокол. Высота порядка 3,5-4 метра. Уже определили место возле морвокзала. Будет благоустроен дорожками. Должно быть красиво. Субтитры делал DimaTorzok Однако место, где планируется установить памятный знак героям чернобыльцам, сегодня выглядит, мягко говоря, неприглядно. Мы пытаемся как-то навести порядок, красоту, все-таки центр города. Но вы сами видите, здесь очень грязно, неуютно. Ищем хозяевов, никто ничего не хочет делать. Мы хотим хоть сделать дорожку здесь, потому что грязь, дожди, вы сами понимаете. Люди ходят, налоговая, это центр, Сбербанк, Ощад, это центр. Хотим убрать грязь, хотим сделать чистоту, красоту, уют, порядок. Хотелось бы здесь сделать парк. Я готова. Я даже вот всем говорю, что даже могу засадить деревьями, если бы дали разрешение, вот посадили бы, сделали бы деревья, сад, чтобы отдыхали люди, гуляли с детьми. К сожалению, центр нашего города то тут, то там портят недостроенные магазины и кафе, бесхозные дома, хозяева которых в отъезде. Заброшенные строения обрастают бурьяном и кучами мусора. Эти места становятся местом сбора людей, у которых есть основания прятаться от посторонних взглядов. Не украшают наш город и гаражи, самовольно установленные в различных местах. Хотелось бы отметить, что в 99-м году городским советом было принято решение о запрете строительства и установки гаражей во дворах общего пользования. Гаражи, которые установлены возле домовладения по Пролетарской 7, конечно же, им земля не выделялась под застройку. Скорее всего, что просто они установлены самовольно. Поэтому и сегодня люди не обращались, чтобы оформить, согласно законодательству, земельные участки под этими строениями. В ближайшей перспективе горосполком намерен навести порядок на улицах города и во дворах многоэтажек. Безусловно, что таким гаражам не место на центральных улицах нашего города. Их хозяевам придется перенести свое имущество в другое место. Да, это лишние хлопоты и проблемы, но нельзя ставить личные интересы выше общественных. Пользуясь случаем, мы попросили городского голову рассказать о том, что будет сделано в этом году по благоустройству городского парка. В парке у нас на этот год запланировано только, как мы проводили субботники, покосить траву, а сухостой вырезать. Пока таких грандиозных мероприятий в парке в этом году не намечается. Потому что хотелось бы, чтобы подойти к парку комплексно. На следующий год, думаю, что мы выделим определенную сумму денег для того, чтобы полностью в идеале сделать парк, чтобы наши жители ходили и радовались парку. Это у нас, в принципе, большой массив парка, но в него надо немалую копеечку вложить, чтобы это было действительно красиво. А все-таки с летним кинотеатром как решили вопрос? Ну, не хочу. Есть пока на данный момент интрига. Думаю, что жители в этом году увидят то, что мы там придумали. Не хочу ничего говорить. Да, я думаю, что пусть это останется интрига. А подарок, который обещал городу Ренийский филиал Администрации морских портов Украины к 9 мая уже практически сделан. Завершается благоустройство территории и набережной возле морвокзала. Администрация морских портов Украины приняла решение вернуть на берег Дуная понтон, который является любимым местом релаксации жителей Рени и гостей нашего города. Сегодня идет установка баржи, так называемого причала понтона, который находился в Затоне на ремонте уже 3 года. Администрация АМПУ, Ренинского филиала АМПУ приняла решение, дабы его отремонтировать, отремонтировать верхнюю и нижнюю набережную, отремонтировать так называемый проход к нему. Для того, чтобы жители города, ветераны, которые 9 мая придут, как всегда приходят они в это время, возложить, опустить венок Дуная в Дунай, могли спокойно пройти и выполнить свою так называемую заслуженную миссию. Работы тут, конечно, было сделано очень много, силами практически АМПУ были выполнены все работы. Очень хорошо поработала хозгруппа нашего предприятия, ремонтный цех, которые практически в течение месяца выполняли эти работы. Оказал нам помощь на верхней набережной по скамейкам, которые есть у нас, народный депутат Урбанский. Вот он нам презентовал, можно сказать, подарил 8 хороших скамеек, 4 урны, которые мы уже установили, вы, наверное, их видели. Они неплохо смотрятся на этом фоне. Ну, впереди еще много всего есть у нас. Надо садить деревья, подсаживать, вот те, которые наверху. Сейчас самое основное, вот то, что мы смотрим на понтон, его сейчас швартуют. Но все это надо сохранять, потому что те деяния, те дети, взрослые, ну и так далее, подростки, которые сейчас, я так и как вижу, будут налетать на этот понтон, вот, они могут, ну, творить сами себе дело, потому что они хотят купаться, наверное, это как в те годы было, дети ныряли там, и некоторые оставались в Дунае. В Дунае купаться вообще запрещено. Сейчас мы попросили, конечно, оказать нам помощь городской совет, райгосадминистрацию в вопросе сохранности территории, сохранности понтона, вот, чтобы каким-то образом полиция наша именно забила свой маршрут, там, раз, в два часа находиться на территории набережной, верхней и нижней, дабы, смотреть, как люди здесь, ну, ведут себя, как они отдыхают. Я думаю, что, наверное, город должен выделить своих сюда, два-три дворника, которые могли бы каждый утро проходить, убирать, подметать, чтобы было здесь красиво. Плав причал отремонтировали, взяли его с затона, вот, в караване с краном, в караване с самим причалом, вот он доставлен, был к нам на берег Дунаево-Зимор вокзала, вот, они его швартовали, ну, понятно, как швартуется, носовая, кормовая часть, сейчас кинута кормовая шкондра, та, которая находится, вы видите, сзади, вот, вот, сейчас будет кидаться носовая шкондра, потом пойдет, будут поднимать мостик, или сразу, они разрешают, сразу мостик, потом шкондру, вот, потом будет идти натяжка тросов, которые есть, и понтон будет находиться на месте. Но мы его пока не открываем, я вам сразу говорю, потому что, если некоторые недоделки, мы должны подвести туда электричество, вот, те, которые огни, маячные огни, те, которые будут освещать сам понтон, вот, пока он будет находиться под охраной, чтобы туда никто не подходил. Но к 9 мая, мы вот, там есть калитка, которая, она снимется, и люди могут спокойно пойти на понтон. А скажите, пожалуйста, какая техника задействована в монтаже? Ну, техника, видите, вот башенный кран, вот он находится перед вами, вот, находятся два буксира, один буксир, я не помню, персей, а второй, я не помню, какой. Нет, там не смелый. Ну, короче, два буксира, которые толкали это все строение, вот, к нам. С затона к нам они шли где-то часа полтора, вот, спокойно. Вот они делают нам красоту. И эту красоту мы должны будем сами изберечь. То есть не мы, а те люди, которые находятся, дети. Ну, вот уже дети, смотрите, мамы стоят там, папы, а дети уже, вон, смотрите, наверх, видите, там побелено все, а они по этому забору бегают. Ну, это ведь о чем? Как мы будем вот так учить детей, так оно и будет. Здесь швартовые матросы, вот они есть. Швартовые матросы, это бригада чисто портового флота, АМПУ. Они все здесь. Занимаются швартовкой. Так же есть люди, вот, видите, долоны и все остальное, это работники ремонтного цеха на всякий случай, если что-то надо будет закреплять, они все находятся на чеку. Ну, давай, крипи, наверное, что-то начиналось. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...